В Украине ожидается повышение цен на проезд в общественном транспорте, маршрутках, троллейбусах и трамваях. Само собой не избежит этой участи и Одесса. Но вот насколько необходимо уже в ближайшее время повышать цены и чем это аргументируют чиновники, смотрите в нашем сюжете. Идея повышения цен на общественный электротранспорт, трамваи и троллейбусы принадлежит Министерству инфраструктуры. Повышение цены будет носить так называемый инвестиционный характер. То есть, благодаря новым тарифам можно будет модернизировать транспорт, обновлять подвижной состав, поддерживать в надлежащем состоянии инфраструктуру. В Одессе с этим сейчас сложно, как с трамваями, так и с троллейбусами. Количество подвижного состава сократилось вдвое по сравнению с пиком развития электротранспорта. А с инфраструктурой вообще тяжело. Как обычно, нет денег. Если говорить сегодня о трамвайных путях, то из 198 километров замена в этом году были заменены только 200 метров. В прошлом году 100 метров. То есть, опять-таки, мы понимаем, что такие цифры, они совершенно не могут удовлетворить потребность системы в обновлении. Обновлять подвижной состав можно по-разному. В 2007-2008 году в каденцию Эдуарда Гурвица город воспользовался государственной программой, которая предусматривает 50-процентную компенсацию стоимости вагона при покупке электротранспорта отечественного производства. Тогда было закуплено 10 вагонов К1. Кстати, на львовском заводе «Электронмаш» сейчас выпускаются современные трамваи украинского производства, в два раза дешевле европейских аналогов. Их использование позволяет сократить на 40% потребление электроэнергии. Производственные мощности позволяют выпускать 100 трамваев и 100 троллейбусов в год. Приобретать эту продукцию можно и в лизинг. Есть еще продукция «Татра-Юг», которая, по словам генерального директора предприятия Анатолия Кирдивары, на 50% экономичнее и окупается за пять лет. Но нынешняя власть предпочитает покупать БУ-вагоны. На них, говорят в мэрии, можно экономить. Мы провели аналитику и сегодня уже видим, что содержание наших троллейбусов, которые у нас были когда-то куплены новыми, мы сегодня эксплуатируем, их содержание, по сути, сегодня намного дороже, чем содержание тех троллейбусов, которые мы приобретаем уже бывших в употреблении, скажем, в Чехии. И сегодня, если чисто экономически это рассчитывать, то, в общем-то, вот эта программа обновления таким образом транспорта является действительно очень перспективным. Одесситы, в общем-то, разделились во мнении. Стоит ли повышать цены на проезд на все виды транспорта сразу? Одни пожимают плечами. Да, конечно, нужно повысить, ведь цена на топливо для тех же маршруток выросла. Но и зарплаты стоило бы поднять. Другие же считают, что если цена повысится, то желательно, чтобы те же маршрутки стали комфортнее и безопаснее. Ну, наверное, надо повышать. Немножко, чтобы хотя бы в маршрутке повысить для того, чтобы хотя бы немножко цивильнее мне было, потому что очень грязно. Я в другой раз езжу на поселок, очень грязно в маршрутках. Дышать просто невозможно летом, вентиляции никакой. Ну, если бензин дорожает, то, наверное, надо и в маршрутках дорожать. Я так понимаю, что ударят в основном по населению, которые, так скажем, имеют небольшой доход, потому что люди, которые имеют большой доход, они в большинстве случаев ездят на собственном автомобиле. Мы действительно думаем, что это плохо, потому что некоторые люди не зарабатывают столько, чтобы ездить за повышенную цену. И так 2,50 достаточно много. Ну, там говорили, что дорожают же шины, бензин, обслуживание, а 2,50 – это минимум. А цен, а зарплаты не повышаются. Очень печально. При всех этих ценах должна быть стоимость проезда 5 гривен на маршрутках. Ну, ладно. Ну, да, печаль. В общем, это очень плохо. Я только за. Почему за? Потому что, во-первых, пускай берут 50 копеек, вот эти вот никому не нужные. Во-вторых, они тоже люди, им тоже нужны зарабатывать. Я просто, у меня знакомый, общался с ним, как раз заведует маршрутками и так далее. Он объясняет просто по финансам. Очень неприятно. Ну, или пускай город спонсирует и за счет этого не повышает цены. Других я не вижу вариантов. Негативно, конечно, что можно думать. Качество проезда, ну, хочется видеть. Если бы улучшилось, то, может быть, и стоит. А если на ней улучшится, то людям по карману только ударят и все. В мэрии инвестиционную составляющую, о которой говорилось с самого начала, приветствуют. Главное, чтобы она была правильно реализована. Правда, руководство города само не в курсе, что подразумевается под формулировкой «правильно реализовано». Каким образом это составляющее будет наполняться, за счет, скажем так, каких-то возможностей государства. То есть, может быть, будет какая-то компенсация, муниципальные возможности. Трудно сегодня сказать. Это будет зависеть от того, каким образом этот проект будет реализован. А Одесситам, похоже, стоит свыкнуться с мыслью, что проезд теперь станет дороже. Но вот безопаснее и комфортнее – это можно будет проверить только спустя некоторое время. Анатолий Косин, Вячеслав Лаштаба, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Анатолий Косин, Вячеслав Лаштаба, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».